Лидия Петровна Герич, одному из основателей Вашингтонской дружины русских скаутов «Путивль» 95 лет. Ура! 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 Из них 50 в строю этой организации. А самые младшие в дружине, белочки и волчата, только делают первые шаги на тропе юных следопытов. Но посмотрите, как они равняются на старших. Я думаю, в следующем году, или позже в следующем году, я буду разведчиком. А я буду волчат. Велочкой! Нередко в столь юном возрасте скаутизм – это неосознанный выбор детей, а чаще выбор родителей. Вспоминает старший скаутмастер Наталья Конан, которая сегодня из Нью-Йорка курирует русские скаутские организации не только в Америке, но и в Австралии, Аргентине, Германии, странах Балтии. Родители меня привели. Они, я бы сказала, даже заставили, потому что они хотели, чтобы я говорила на русском языке. Я здесь родилась. Как можно сохранить язык, как можно сохранить православие – это для нас способ, это скаутизм. Особенность местных скаутских летних лагерей. Здесь ребята говорят исключительно по-русски и со сверстниками, и с воспитателями. Это такое полное погружение в другую языковую среду. Богдану Киселеву уже 19. Сегодня он учится в университете на инженера-механика, но продолжает каждый год ездить в лагерь, чтобы уже помогать учить юных разведчиков. В лагерях самое интересное – это, получается, мы отключаемся от самого мира. У нас нет ни телефонов, ни электричества. И хоть мы живем посреди леса. Каждое лето вашингтонские скауты отправляются в девственные горные леса Западной Вирджинии. Каким же должен быть скаут-разведчик, чтобы выжить в этих местах, где несколько веков назад выживали американские пионеры? Очень смелым, надо быть очень ловким, потому что в лесу там не знаешь что, надо веревки, палатки ставить, все такое. Надо быть выносливым, потому что в походах температура очень другая, и не знаешь, что случится. Так что надо иметь очень много опыта. История скаутского движения, зародившегося в Британии, быстро распространившегося по всему миру, но сразу запрещенного в СССР, насчитывает уже более ста лет. Увы, сегодня эта своего рода рыцарская организация выглядит довольно старомодной, а потому даже некоторые ветераны с тревогой задаются вопросом – есть ли у нее будущее? Знаете, у нас этот вопрос возникал каждые 10 лет. И каждые 10 лет мы думаем, что ну все, уже вот эти уйдут, и нас больше не будет. Ну вот смотрите вокруг себя, сколько нас детей. У нас в лагерях теперь свыше 100 человек. А обычно бывало там 20, 30, 40, и с каждым годом у нас больше и больше. Вадим Масальский, Сергей Москалев для программы «Настоящее время».